Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, время нашего второго за неделю эфира. И сегодня, опять же, очень символично, что мы с тобой оцениваем перспективы ряда активов рынка в преддверии такого важного фундаментального события, как итоги заседания американского регулятора. Сегодня как минимум точно можно на 100% сказать, друзья, на рынках будет жарко. На рынке Форекс, на рынке фондовых активов, на рынке облигаций, на рынке криптовалютных инструментов тоже все будет точно ходить, потому что сегодня не какое-то стоя обычное рядовое, ничего не значащее заседание американского регулятора, где доподлинно заранее известно, что ничего нового мы не услышим и ничего не узнаем. Нет, сегодня как раз тот самый момент, когда ФРС начнет действовать и что-либо сделать, чтобы повлиять на зашкаливающую инфляцию в США. Кстати говоря, в прошлый раз мы с Виталином комментировали данные по инфляции, повторю просто, друзья, потому что она максимальная с 1980-х годов в США сейчас. Вчера вышел индекс цен производителей, отчасти опережающий индикатор инфляции именно на будущий период. Это, в принципе, тоже можно сказать с очень высокой долей вероятности, что в декабре индекс потребительских цен в США выйдет еще на новый уровень. И я допускаю, что легко можем увидеть 7% и выше сейчас, кстати, показатель счастья 8 в годовом выражении. Что может сделать ФРС? Если все будет так, как нам ранее обозначил регулятор в лице Джерома Пауэлла, это скорректирует программу количественного смягчения. Но я буквально вчера читал очень интересную статью от Bank of America, где они дали прогноз, который отличается от прогнозов прочих экспертов и аналитиков рынка. Этот прогноз говорит о том, что сейчас проблема с инфляцией уже настолько значительна, что просто сокращением программы количественного смягчения ее не решить. И ждать до июня, либо до сентября, когда ФРС может поднять ставку, это так долго, что за этот период времени обстановка ухудшится. Поэтому аналитики Bank of America решили, что уже на этом заседании ФРС может скорректировать процентную ставку. Если, друзья, такое решение будет принято, как снег на огонь, это будет абсолютно неожиданно. И, конечно же, молотильность, которая может последовать в связи с этим, вполне пойдет в историю. Почему бы и нет. Короче, контролируем риски. Это очень важно сегодня. И я думаю, что Виталий присоединяется к такой рекомендации, потому что это важно. Ну а что касается основных инвестидей, давай тогда пробежимся по тем рекомендациям, которые я давал ранее. Сегодня, в принципе, мне не хочется особо растекаться по древу, относительно перспективных инструментов. Сейчас дело остается за малым. Это просто откинуться в кресле, в стуле, лечь на диване и смотреть за тем, как будут вести себя графики. Потому что все уже зависит от ФРС и от рыночных настроений. Но я буду продолжать и дальше транслировать несколько идей. Во-первых, это идея более слабой европейской валюты. Хотя бы еще и в преддверии заседания Европейского центрального банка. Если, друзья, сегодня действительно ФРС что-либо сделает, а ИЦБ точно ничего не сделает завтра. Вот, пожалуйста, контраст режимов и возможность широтиться евро. Ситуация с ковидом и самое главное – это потенциальный рост доллара, который не оставит безучастным вообще никого. Если индекс доллара растет, евро-доллар и индекс доллара коррелируют на 100%, ну, с рейксом, разумеется. Европейская валюта будет стремиться к более низким значениям. Единственное, что я сегодня скорректирую, Виталий, это свои ожидания, потому куда могут уйти активы. Я, пожалуй, раньше преследовал какую-то осторожную цель 1.12. Сейчас до нее остается 70 пунктов. Сегодня замахнусь на 1.11. Вот так. Так, по поводу золота. Побили мы уровень локальной поддержки, но существенно еще ниже не ушли. Поэтому можно сказать, что золото пока что остается в чуть более вышедшем за стоявшиеся рамки, но рейнджи и коридоре. То есть золото также нуждается сейчас в вот этом триггере, заседании ФРСа. И сейчас котируется на отметке 1769. Я рекомендовал шортить с целями 1750. Но сегодня также будет цель более амбициозная. Это еще и с отсылкой на индексомичных настроений Кайман, который сейчас указывает на то, что большинство трейдеров, а это 80% делают ставку на рост золота. Конечно же, 20% это меньшинство, солидное меньшинство. И как раз тот самый путь наименьшего сопротивления. Я сегодня с 1750 переношу целевую ориентир на 1700. Так, британская валюта, которая сейчас локально растет, 1.3261, рекомендовала сделку с уровня 1.3220. Локально были в плюс, поскольку был локально успешно протестирован уровень поддержки 1.32. Но сейчас, опять же, в преддверии свидания ФРС, может быть, мы видим работку рыночной стратегии, локальной, краткосрочной, покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Все, конечно же, самое интересное будет поздним вечером, сегодня в 22.00 по московскому времени. Ну, я шорт еще оставляю в приоритете, потому что верю в снижение вообще всего риска, который имеется на рынке из-за повышенного спроса на доллар и на американские облигации. Если кому-то интересно, что может произойти с рынком нефти, тоже как категория риска, здесь ставка на дальнейшее снижение. Старий, слово тебе. Демонстрация пошла. Так, всех приветствую. Сейчас пройдемся по всем прошлым идеям, скорректирую свои ожидания. Напомню, в прошлый раз я прошелся практически по всем активам, таким основным, как S&P 500, криптовалюты основные. И золото, и валюта основные, мажоры. Ну, по поводу инфляции я бы еще хотел добавить. Читал также высказывания Билл Акман, знаешь такого, да, крупный управляющий хедж-фондом, такой известный человек в мире финансов США. Он говорил, что инфляция на самом деле даже не та, которую показывает около 7%, она по его подсчетам около 10% на сегодня. Там много факторов, которые не учитываются в данной инфляции. Там вплоть до, скажем, до алкоголя входит, скажем там, потому что, ну, американцы любят, знаешь, там виски выпить. Да, это достаточно большой такой сегмент в их потребительской корзине. Да, 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 поэтому, скажем, ну, там есть много, еще некоторые он там называл, ну, скажем так, к слову, к инфляции. По поводу рынков, итак, в прошлый раз по S&P 500, что я говорил. Также хотел напомнить, что, если не ошибаюсь, завтра будет экспирация, да, фьючерса по S&P 500, поэтому там не получится что-то, если там сегодня-завтра купить или продать, будет принудительное закрытие данной сделки. По S&P 500 назывался в прошлый раз уровень 47.12. В понедельник, когда мы проводили с тобой обзор, мы находились выше данного уровня. Говорил о том, что если уйдем ниже уровня, то можно рассматривать снижение. В принципе, это произошло, здесь было два варианта входа, или ложный пробой в моменте данного уровня, или после закрытия дневки, как я говорил, и, в принципе, вчера неплохо мы так скорректировались. На текущий момент ожидания те же, пока за снижение по данному инструменту. Конечно, мы уже далеко от верхней границы, поэтому я бы подождал там ближе уже после экспирации и смотрел бы на возможное дополнительное снижение по данному инструменту. Плюс, вот если, скажем, сработают те ожидания Банка Америки, да, поднимут если ставку, то здесь ракета будет вниз улетать, конечно. Пока мы находимся ниже исторического максимума по S&P 500, то здесь может коррекция затянуться вплоть до, там, возможно, пониже по данному инструменту. Но конкретно сейчас я бы был осторожен со входом, а уже возле верхней границы подождал бы какой-то реакции. Дальше по криптовалютам. Эфир в прошлый раз говорил пробой уровня поддержки в районе 4 тысяч плюс-минус там было. Эту поддержку мы пробили, неплохо там снижались, около 5%, около того было. Дальше ожидания у меня на снижение по данному инструменту. Пока мы находимся ниже 4 тысяч, ниже такого локального тренда, который сформировался за последний месяц, этот декабрь. И пока за снижение, то есть кто ранее шартил на пробой, и ожидание у меня на 3 тысячи, посмотрим, отработается или нет. Кто ранее не шартил, в принципе, с текущих тоже возможно рассматривать шорт со стоп-лоссом за максимум пробойного вот этого бара. Дальше по биткоину аналогично делал прогноз на пробой минимума вот этого. Мы чуть-чуть там пробили, меньше, нежели эфир. Но дальше аналогично за снижение, будет ли оно с текущих, или, как в прошлый раз говорил, через ретест 52 тысячи локального отката. И у нас такой локально нисходящий тренд, плюс красиво ложится 20-е среднее скользящее. Пока за снижение по рынку криптовалют. Если будет какой-то сильный импульс наверх, то, возможно, будем там корректировать уже с понедельника. Дальше по золоту. По золоту было у меня предположение, еще с прошлой недели пытался покупать на пробою данного уровня. Мы в понедельник пытались его пробить, но закрылись ниже. И вчера я ученикам своим писал, что здесь, скорее всего, будет снижение. И оно, в принципе, и произошло. Как-то вот так. Дальше, что еще я корректировал по рынку очень сильно? Фунт-доллар. Фунт-доллар я корректировал в понедельник-вторник. Почему? В понедельник я, в принципе, был с тобой за снижение. Мы локально показали, как ты отметил снижение, но мы сделали ретест вот такого очень важного уровня. То есть у нас за последние, практически с начала ноября, у нас образовался такой нисходящий тренд, и мы его в пятницу прошлую пробили, и в понедельник-вторник сходили на ретест данного уровня. То есть сломили тренд на ретест. Плюс здесь я только сейчас подкорректировал восходящий такой локальный тренд образовался, и мы с ребятами, я давал сигнал подписчикам, покупали где-то в районе 32, сейчас без убытки, поэтому за данные инструменты не переживай, куда он уйдет. Но такое ощущение, что хотят его продавить повыше, возможно, вплоть до уровня 33 и 33.50, если не выше. Альтернатива, если будем пробивать уровень 32, потому что достаточно сильный уровень, здесь как альтернатива выставить там селл-стоп на пробой данного уровня. Если там поднимут ставку, то думаю, там полет будет такой очень сильный и достаточно длительный. Аналогично, плюс сейчас перейдем к евро, доллар-франк. В понедельник говорил о шортах, мы локально отработали, и вчера я тоже с подписчиками купили, здесь мы тестировали ложно уровень поддержки, плюс трендовая, сейчас без убытки 50% закрыли. Куда дальше уйдет, скажем, мне уже, так скажем, я уже могу, лежа на диване смотреть, куда рынок пойдет по фунту и по доллар-франку, все без убытков. А вот по евро, скажем, у меня такие смешанные чувства. Конечно, понятно, если ставку поднимут или там что-то такое, ястребиное скажут, то улетим вниз. Но я уже пытался, скажем, здесь еще с прошлой недели покупать евро от нижней границы, где-то там получалось, где-то выносили. Вчера аналогично, точнее, позавчера покупал, вот верхней границы там закрыл часть без убыток, сегодня утром перекупили опять с надеждой, что, возможно, что-то не скажут перед Новым годом, будут бояться, как вариант, зачем перед Рождеством что-то портить, скажем себе, праздники и так далее. Поэтому не исключаю прострел наверх, достаточно сильный, в район 13.80, возможно, где-то в район 1.15. Поэтому секущих можно купить со стоп-лосом в районе 1.12.30, приблизительно, плюс-минус. Обязательно стоп-лос ставить, возможно, не проскользит и там селл-стоп поставить условно на уровне 1.12.25 со стопом 50 пунктов. У меня такие, конечно, ожидания по евро еще с прошлой недели. Я вот здесь, знаешь, вот это покупаю, покупаю. Локально мы отрабатываем какие-то моменты. Я ожидал чуть повыше, но, наверное, они подходили ближе к заседанию ФРС и уже здесь рынок немножко разгрузят. Но посмотрим, как сработает, получу ли я стоп-лос по евро. Но, скажем, у меня такой хедж идет по инструментам фунт лонг, доллар франк лонг, то есть на рост доллара, если евро не сработает, то сработает доллар франк, там стоп-лос, там уже перекрыто частично, скажем, такой хедж в положительной зоне, скажем, закрыт. Вот как-то вот так. Ну, точно. Можно сказать, что в следующий наш с тобой эфир в понедельник даже европейская валюта против доллара, которая вроде как действительно держится на уровне 1.13 уже долго в предвремя, будет на совершенно других уровнях. Поэтому либо мощный рывок вверх и там уже мы заново переосмыслим наши ожидания. Либо такой же мощный рывок вниз. Ну, тенденция точно будет изменена и волатильность на рынке вернется в преддверии, опять же, завершения этого года. Друзья, а мы будем держать вас в курсе. Разумеется, с Виталием так и всегда. Вам остается только лишь принимать торговые решения, контролируя риски. Это важно. Сегодня ждем заседания ФРС. Завтра тоже насыщенный день. Заседание Европейского Центрального банка, Банка Англии. В общем, очень крутое завершение этой недели. Обсудим все в понедельник. Видали? Спасибо тебе. Хорошего закрытия недели. Тоже успешных сделок сегодня. Профитных только. И хороших выходных. Все, пока. Удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok